Время войны моя прабабушка Ульяна Васильевна Насавина жила в Ленинграде с маленьким сыном. Блокаду в день она получала на 2,75 граммов хлеба, чтобы выжить они собирали мороженую картошку, перемалывали, пекли лепешки, но в конце блокады соседка накормила малыша. И он не выжил. Бабушка после этого уехала и никогда не возвращалась в Ленинград. Она всегда очень трепетно относилась к хлебу. И это уважение мы храним в нашей семье. Мой прадед Александр Павлович Горковенко участвовал в трех войнах. Вику Отечественную служил связистом при штабе. Однажды они попали под обстрелы, и прадед вытащил раненого командира из-под огня. Пока они ехали в госпиталь, деда жимал рану, чтобы командир не погиб. Тогда про это сути даже в газетах писали. Мне довезли его до госпиталя. Мой прадедушка закончил в Венгрии, но потом его отправили на войну с Японией. С моей прабабушкой они поженились уже после войны. Мой дедушка со стороны папы Павел Робертович Ледовед, он ушел в войну в 17 лет. Воевал в составе 308-й стрелковой дивизии. Во время вступления на латвийский город Круз Пис, он первым ворвался в штаб фашистов и нашел важные документы. После войны он работал на Саратовском телевидении. Свои фото и кинорепортажи рассказывал о людях, их делах, жизни, красоте родного края. Я хочу сказать большое спасибо моим родным и всем, кто прошел эту страшную войну, кто воевал на фронте, работал в тылу. Спасибо за наше детство, спасибо за нашу Родину. Я помню, я горжусь.